Спонсор службы новостей – офтальмологический центр Крофт-Оптика-М. Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» служба новостей в студии Александра Дроздова. Выпуски увидите. Более трех тысяч заявлений о нарушении гражданских прав. В прокуратуре Магаданской области обсудили итоги работы за полгода. Жюри оценивает цветочные клумбы, оформленные газоны, лоджии. Стартовал второй этап северного соцветия. Образ ведущей создан стилистами салона красоты «Преображенский», расположенного по адресу Гагарина, 28Б. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Тротнев провел рабочее совещание в правительстве Магаданской области. На нем обсудили реализацию федерального закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Сейчас в Магаданской области заключили 1248 договоров. 328 заявлений аннулировали сами обратившиеся. По 107 было отказано. Как отметил Юрий Трутнев, ситуация на Клыме по Дальневосточному гектару развивается неплохо. Нет просроченных заявлений. Все заявки рассматриваются в срок. Но замечания есть, они касаются изъятия земли. В связи с этим в федеральный закон был внесен ряд поправок. Что имеется в виду? В соответствии с новым законом можно будет выделять земли, участки по одному гектару. Например, в пределах охотугодий, некоторая часть лесов защитных попадает под возможности распределения. Те, которые, скажем, не угрожают ни экологии, ни зеленым зонам вокруг городов. Далее, что мне кажется очень важным, появляется уже не возможность, а обязанность органов власти предоставляет гражданину возможность выбора другого участка в том случае, когда границы выбранного участка попали на права третьих лиц. То есть не так, что вот извинились и сказали, мы вам не дадим. А сказали, извините, вот, к сожалению, у вас границы немножко там наехали на уже законные права других граждан. Давайте вместе посмотрим, как сдвинуть. Целый ряд еще таких вот важных введенных деталей, благодаря которым я надеюсь, что мы в ближайшее время научимся выдавать гектару уже совершенно комфортно для людей. Порядка трех тысяч заявлений поступило в прокуратуру Магаданской области за прошедший период этого года. О работе в сфере защиты прав населения говорили на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона. Сто тысяч рублей задолжала работнику после увольнения одна из золотодобывающих компаний Колымы. Деньги удалось получить только благодаря вмешательству областной прокуратуры. На сегодняшний день предприятия региона остаются должны своим сотрудникам более 11 миллионов рублей. Именно поэтому вопрос оплаты труда под пристальным вниманием прокуроров. В данной сфере выявлено более 1200 нарушений. К различным видам ответственности ввлечено 100 тривенов от лица. Продолжена практика обсуждения проблемных вопросов в сфере оплаты труда на оперативных совещаниях при прокуроре области, заседаниях межведомственной рабочей группы. В результате удалось погасить долги в сумме более 40 миллионов рублей. Особое внимание уделяют и противодействию коррупции под надзором работы органов власти. Так, выговор получил министр строительства ЖКХ и энергетики региона за то, что назначил жену на высокооплачиваемую должность в министерстве, которое возглавляет. С начала этого года правозащитники выявили более 8 тысяч нарушений законодательства. Как отметил прокурор области, такого результата удалось достичь благодаря тесному взаимодействию с жителями региона. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Специально для службы новостей. Экологические десанты, интеллектуальные викторины и спортивные состязания. В Магадане продолжается организация летнего досуга детей и подростков. Об этом рассказали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в мэрии города. Ежедневно во всех районах областного центра проходит множество развлекательных мероприятий. Принять в них участие может любой желающий. Одной из любимых площадок юных магаданцев стал клуб выходного дня, где каждый найдет себе занятие по душе. Можно поиграть в шахматы и шашки, спеть под гитару или побывать на концерте одного из творческих коллективов города. Эта песня растает, что мы тоже не растаем. Главное, чтобы играли, так что мы не играли. Также в период летних каникул в образовательных учреждениях создают спортивные секции и организуют лагеря. Но, как отметили на заседании, они работают только в первые месяцы лета. Август месяц идет подготовка образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта к началу учебного года. В связи с этим, конечно же, летние площадки прекращают свою работу, идет подготовительный этап. В связи с этим, конечно же, большая часть у нас подростков, детей в городе получается на вольных либах неорганизованных. Именно поэтому в августе для подрастающего поколения запланировали еще больше мероприятий на открытых площадках, где голымчан ждут курсы по выживанию, творческие мастер-классы и спортивные состязания. О плане их проведения можно узнать на сайте мэрии города. Олеся Хитагурова, Михаил Стройкин. Специально для Службы новостей. Далее о самых интересных событиях в стране и в мире расскажет моя коллега Олеся Хитагурова. Здравствуйте. Коротко о событиях в стране и за ее пределами по данным информационного агентства ИТАРТАС. Более трети видов животных и растений в Швейцарии находятся под угрозой исчезновения. По мнению экспертов, это связано с тем, что около 60% территории страны покрыто асфальтом. Это не дает возможности представителям флоры и фауны чувствовать себя свободно, и они гибнут. В клиниках Ирландии с каждым годом все чаще практикуют хирургические операции, связанные с проблемой ожирения. Только за 2016 год жители острова, желающие избавиться от избыточного веса, заплатили за такие медицинские услуги свыше 1 миллиона евро. Американцы смогут увидеть солнечное затмение через специальное приложение для смартфонов, созданное NASA. Оно позволяет не только наслаждаться зрелищем, но и проводить научные наблюдения, а в частности фиксировать колебания температуры воздуха и следить за поведением животных и насекомых. Приятная новость от банка ВТБ-24. Для тех, кто планирует взять кредит на квартиру, банк объявляет о снижении процентных ставок и размера первоначального взноса. Есть две причины, по которым стоит взять кредит в банке ВТБ-24. Снижение ставки и первоначального взноса до 10%. С помощью ипотеки банков ВТБ-24 можно купить жилье на первичном или вторичном рынках Магадана, а также в других регионах России. В рамках программы «Строящееся жилье» жители города смогут приобрести квартиры на специальных льготных условиях. Такие индивидуальные программы согласованы более чем сотни крупнейших и надежных компаний-застройщиков. Наш банк согласовал индивидуальные условия с застройщиками по всей нашей стране, во всех субъектах Российской Федерации. Эти условия позволяют кредитоваться нашим клиентам по ставке от 6,9% годовых и получать ипотеку на льготных условиях. Также ВТБ-24 предлагает рефинансировать ипотечные кредиты других банков под более низкую процентную ставку. Это позволит снизить переплату по ежемесячным платежам и значительно сэкономить ваши денежные средства. За дополнительной консультацией можно обратиться в офис банка по адресу Ленина, 30Б или по телефону 6905-29-210-600. Оформленные полисадники, цветущие клумбы и газоны, флористические композиции на балконах и лоджиях. В Магадане стартовал второй этап северного соцветия. В этом году поступило 24 заявки на участие. С какими конкурсными работами уже познакомилась жюри, расскажем далее. Леонид Егоров переехал в Магадан несколько лет назад. С тех пор во дворе дома по адресу набережная 79 многое изменилось. Вытоптанный газон превратился в цветущий оазис. Здесь в едином ансамбле слились петунии, ромашки, бархатки. Соседи говорят, что каждый год с нетерпением ждут. Что же на этот раз придумает Леонид Иванович? Кроме новых цветов полисадник пополняется декоративными элементами. Здесь появились грибы в ярких шляпках, аисты, морской царь. Здесь была как бы свалка небольшая, стоянки машин были. Как у там парковки. А я живу на четвертом этаже, надоело все это. Ну и решил заняться. Ну вот три года плодотворной такой работы. Ну, соседи помогают. Кто цветами, кто делом, кто словом. В цветочном аромате утопает и второй корпус набережной 75. На небольшом придомовом участке собраны и многолетние растения, и цветы, которые к осени начнут увидать. Хозяйка уличной оранжереи делится. Поливать нужно теплой водой. Этот секрет ей рассказала мама. Среди нежных дельфиниумов, ромашек, колокольчиков выделяются ярко-розовые бутоны. Там, где цветут пионы, живут нимфы. Считали в Древней Греции. Во многих мифах говорилось, что пион цветет только для богов Олимпа. А своим названием это растение, обязанное мифическому врачу Пиану, ученику бога медицины Асклепия. Есть чем похвастаться и детским садам. Обычные клумбы и газоны, засеянные просто травой. Давно в прошлом. Для воплощения фантазии используют подручные средства. Старые резины и пластиковые ящики превращаются в яркие вазоны и цветочные поезда. В 13-м детском саду кроме цветочных композиций есть овощная грядка. Здесь у ребят маленький витаминизированный огород. Жюри оценивает разнообразие сортов и видов растений, эстетическое оформление, сочетание цветовой гаммы, соблюдение строительных норм и правил, оригинальность и новизну, качество проведения посадочных работ. Насколько судить правильно или неправильно, здесь можно сказать только по конечному результату. Если они нравятся людям, мне они понравились. То, что мы сейчас посмотрели, мне все понравилось. Значит, я думаю, правильно ухаживаю. Всего в этом году на участие в Северном соцвете подано 24 заявки. Жюри уже оценило 8 конкурсных работ. Очень красивые пионы, очень красивые чернобривцы, разнообразные виды дельфинимов. Это настолько поражает, что, конечно, ждем следующей заявки, следующих участников. Цветочные территории и флористические композиции жюри оценят до 31 августа. После этого определят победители во всех номинациях. Озеленение балкона, лучшие клумбы на придомовой территории и возле учреждений. Александра Дроздова, Михаил Стройкин. Специально для службы новостей. Это вся информация к данному часу. Наш выпуск продолжит прогноз погоды. Смотрите «Карибу». Скоро будут новости. Здравствуйте. 27 июля в Магадане облачная погода продержится весь день, как и сильный дождь, который к вечеру станет слабее. Температура воздуха ночью 10-12, тепла днем не выше 13 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Далее информация о приливах и отливах. 27 июля полная вода в 11 часов 19 минут. Малая вода в 5 часов 30 минут и в 17.46. Напоминаю, что спонсор выпуска салон авторской бижутерии «Эквип» в универмаге Центральной. Не важно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. «Эквип» Новые коллекции дизайнерских украшений из Франции, Дании, Голландии и Канады. Ручная работа, неповторимый стиль и многообразие материалов. «Бутик Эквип» в универмаге Центральной. Вы ведете активный образ жизни, но у вас близорукость. Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт Оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт Оптика. Телефон в Магадане 62-85-47.